Кто там пришёл? Кто пришёл? Папочка наш пришёл. Что ты нам принёс? Что ты нам принёс? Что, вкусненькое? Подарки принёс. Уже? Это мне на Новый год? Так рано? Или это у нас святого калачика? Ой, класс, спасибо тебе! Супер! Вот он мой, вот он и положданный подарочек. Я вообще-то рассчитывала его на мой отпуск получить. Вот стоит такая, вот она, конечно, к моей ручке. Смотрите, я сейчас покажу. Сейчас вот тут у меня в iPad есть ручка Apple Pencil. Вот она. И у меня этот наконечник уже списался. Я ничего не могу рисовать, ничего делать я не могу. И поэтому мне его тоже заказала. Надеюсь, это они... Да, они... Сейчас поменяю глаз. Вот. Я сама попросила этот подарок. Ну, я рассчитала на Новый год. Так, старый выбираю. Вау! Сейчас попробуем. Тут все уже... Такая довольная. Классно, классно, классно. Вот такие они расходы у Apple Pencil Tips. Классно. А еще, еще мне один подарок. Миша привез в почту. Подарочек до Святого Маколайчика от моей дочери. Что, что меня Туся дарила подарками? Ну, честно. Не знаю. Я ж в день не последние дни доживаю. Так она меня прямо... Рано быть, радует, все время хочет. Тоже любила свою маму, радует, пока она была, она играла. Это приятно. Дарить подарки, это приятно. А получать так вообще... Я узнала, что там. Вау. Сейчас. Ой, ты так милая. Вот он. Вау, вау. Это шарфик. Ой, это прям как платок. Короче, это как платок. Зимний шарф такой, платок. И тут... Шафочка зимняя, зеленая. И варежки. Все в один тон. Класс. Сейчас буду мерить. Ну, как тебе? Профотарочек? Песня. Это же такие варежки. Ничего себе. Класс, да? Ага. Все в аппетит. Это Катюшка тебе? Ну да, по-моему еще. Все принцесса прям. Нравится? Да. Красивая жила? Красивая. Свет такой красивый. Идет, нет, Свет? Да, да. Молодец. 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 Так, что надо тут взять? Мой портрет. Я никак его не дорисую. Так. Уже перепугалась, что не пишет. Так, а сама ручка была разряжена. Сейчас что-то попробую тут рисовать. Первый раз я... Вы поняли, да, как это работает? С этой ручкой можно менять всякие... Такие. Как и вам. Класс, да? Вот это все это наконечники. Потому что старым наконечником я могла уже рисовать только вот так, вот ставя ручку перпендикулярно. Она не работала так боком. То есть она боком не рисовала вообще. А что, прикольненькая? Так, это я рисую пиджак. Но это еще не рисование. Это просто закладка таких штриховых элементов. Сейчас я пока распределяю пасту. То есть, чтобы фактура везде была разная, мне нужна такая паста. Так, теперь у меня такие есть пастихинчики такого. И вот я делаю как бы... чтобы какая-то фактура была отличная от того, что на заднем фоне будет. О, вроде бы как материальчик какой-то. или вам ничего не видно. Или вам ничего не видно. Это этот отворот на жилетике. И надо сделать на передний план. Так, тут более много будет у меня пасты. Так, тут более-кот. Так, тут очень прекрасно. Так. 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 Так, всё, я вообще с пастами уже всё закончила, сейчас оно высохнет и буду прорисовывать здесь. Том, пошли быстро, взрыв! Мы теперь с Томом сидим перепуганные, у Тома ушки на макушке, прямо по-настоящему. Том, ну шо там, слышно что-то? Говори, шо там, шо ты слышишь? Летит шо-то или нет уже? У тебя не летит? Испугался немножко, да испугался, аж подскочил на кровати в другой комнате. Да всё нормально, ничего уже не летит, ничего не летит. Одним ухом слушает, слушает. Сижу тут, рисую на балконе таких-то взрыва, как бахнет у него и балкон. Вот. У меня тут переделанная лужа под комнатой, отопление, всё тут тепло. Ну как бахнет! Где-то совсем близко взрыв был. Я побежала в коридор, взяла собаку свою, просидели там 15 минут, сейчас свободу отбою. Это кошмар какой-то, я давно так не пугалась, когда больше где-то так, чуть дальше, а это прямо рядышком. Потому что где-куда попали, без понятия. Я заканчиваю делать лепку на картине, ещё немножечко там шляпка, у меня осталось всё. Вот и как только высыхает, я буду начинать уже прорисовывать красками, там уже будет виднее, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если издалека так посмотри, то вот такой эффект, вот такие объемные буквы, носик и сейчас я шляпу делаю. Нашла такую штучку себя, засунула в это, медаль, первое место, я думаю, там интересно вот смотреться. Так, ну а все, в принципе, закончилась, вся банка у меня ушла практически, ничего не осталось, сколько тут она, полкило где-то, да, 500 миллилитров было пасты, вот она вся тут у меня на картине. Все, теперь жду, пока у меня все это высохнет и, в принципе, сейчас я позанимаюсь этими пачками денег еще. Ну, сегодня утро встали, сегодня просто какой-то капец, как говорится. Связь не работает наша, у нас у всех связь не стар, не работает вообще. Мы-то все подвязаны по клиентам, под этот номер телефона. Ну, конечно, печально, без связи остаться. Хорошо, у меня была карточка водофоновская, но дело в том, что никто ж мой номер телефона все равно не знает, и никто с клиентом мне не позвонит, так что я сейчас без работы пока делаю. Была какая-то хакерская атака на ядро, какое-то ядро, я не знаю, на нее. Поэтому ни Кейвстар, ни интернет Кейвстаровский не работает. У меня тоже был сегодня бутырок вон не искален, но такой, как слышать, меня тоже не было. Хотя у меня Wi-Fi и другую проводят место локальное, но тоже какие-то сбои, нет связи и все. То есть вот такая ерунда. Я надеюсь, это не спина в власти, а то завтра включат и скажут, ой, дорогие украинцы, а вы уже вообще-то не украинцы. Смирс, конечно, здесь вот хорошо, нужно временно, поэтому мы ждем и ждем. Сейчас еду к сыну, к сибильному доктору попасть, но ему там мало времени уже до работы, и я хочу его отвезти и привезти, чтобы он успел на работу потом. Потому что очень мало людей. Кто-то хотел увидеть наш город, кто-то скучает за нашим локом. Поэтому показываю. Наш город. Вот такая у нас погода дрянь, дождь классный. Уже пятую неделю. Ну, кстати, сегодня тепло 4 градуса. Но все равно вот эта сырница, она неприятная. Забежала к мужу на тренировку, у него сейчас индивидуалка с девочкой. Отрабатывает удары. Такая работа у него, конечно. Я в шоке. Девчата берутся. Такое движение, как на ручку. Ты вроде что-то одеяло на себя накручивает. Давай, иди в него. Смотри, видишь, что корпус остался ровным. А я наклонился, как малашка. То есть я пролетаю мимо. Давай. А я только что была в магазинчике. Дождь снова опять. Купила еще пасту структурную, но не хватило. Мне пол-литра намазала на картину и не хватило. Потом такую поталь. Ее так не видно. Сейчас. Немного покажу с краешку, что такое поталь. Поталь это социальное золото. Очень-очень тонкое. Видите, такие тонкие-тонкие. Упаковочка несколько. Тут листиков стоит 180 гривен. Я думаю, что ли 108 здесь. Так, и главное, зачем я вообще поехала. Это такая акриловая прозрачная паста. Она текстурная. Ей можно маски делать. И когда при высыхании, вот она сейчас белая, будет прозрачная. А все, какие-то приклее. И вот это все, в-месте, ты тут. Я посмотрела то. Продолжение следует...